Привет, друзья! В этом видео вы увидите, как будем собирать транзистор-тестер или ESR-метр или от Мега 328. Называют этот прибор по-разному. Более детально об этом приборе вы узнаете из видео. Еще раз всем привет! Вы на канале Device и приступаем. Заказал я этот тестер из Алиэкспресс. Ссылку на него я оставлю под видео. На Алиэкспресс этот тестер также есть в собранном виде, но уже будет другая цена на него. И качество пайки будет лучше, если сделать это все самому. Здесь ничего сложного нет. Давайте раскроем. Так, скрываем чехол. Здесь у нас экран. Расскажу вам коротко, что вас ждет в этом видео. Сначала распакуем, потом будем паять компоненты. В это время я буду рассказывать вам краткие характеристики, что можно этим прибором делать. И в конце я подытожу и покажу вам, как им пользоваться, как его настроить для первого использования. Вскрываем пакет с компонентами. Будем начинать с самого мелкого. Видим здесь у нас на плате обозначение, что где должно стоять. Например, здесь сама микросхема наша от Мега 328. Вот она у нас. Ее будем припаивать. Так, здесь, например, здесь конденсатор на 10 микрофарад. Здесь резисторы, номинал резистор также указан. Я думаю, проблем никаких не составит. Давайте разделим наши компоненты. Резисторы к резисторам, конденсаторы к конденсаторам. Транзисторы тоже отдельно. В наборе у нас идут два конденсатора электролитические, это по 10 микрофарад. И все остальные желтые конденсаторы, это керамические конденсаторы. Здесь идет расшифровка. Первые две цифры, это значение емкости в пикофарадах. Третья цифра, 4, 3, это количество нулей. Что это значит? Например, кодовая маркировка 103, это означает, что у нас конденсатор емкостью 10 нФ. Здесь на плате также есть маркировка. Например, конденсатор 103. Это означает, что на то место нужно ставить конденсатор с кодовой маркировкой 103. На плате также есть маркировка для резисторов. 10 кОм, 220 Ом и тому подобное. Для облегчения установки резисторов. Вот, например, есть несколько резисторов на 10 кОм. Все они идут вместе. Если резистор 220 Ом, он один, значит он идет отдельно. Вот так китайцы упростили задачу. Но для того, чтобы узнать номинал резистора, все-таки придется его замерить. Итак, мы все рассортировали. Давайте будем начинать. И начиная сверху будем опускаться вниз и все припаривать. Видим, что у нас здесь на плате есть входы квадратные, а есть круглые. Квадратные это плюс, круглые это минус, чтобы не переплутать. Так же само видим здесь на примере диода. Плюс у нас всегда будет длиннее минус. То есть будем паять вот таким образом. Так, давайте я вам еще расскажу, что должно идти в комплекте. Это плата с дорожками, отверстиями для деталей и несколькими СМД. Цветовой графический дисплей. Дип-панель для микроконтроллера. Микроконтроллер от Mega 328 с базовой прошивкой. Пин-коннектор на 8 ног для подключения дисплея. Пин-пин гнездо на 8 ног для подключения дисплея. Три двойные клеммы под винт. Три двойные клеммы под винт. 25 резисторов разного номинала. Один кварц. Один транзистор. Один варистор. Один светодиод. ЗИВ-панель для подключения измеряемой радиодетали. Две электролиты. Два электролиты. Девять керамических конденсаторов. Одно гнездо питания. Один коннектор для кроны. Один энкодер. Так, теперь давайте, как я и обещал, поговорим о его функциональности. Тестер для радиоэлементов. Тестер для радиодетали является обязательным в арсенале любого радиолюбителя. С его помощью очень удобно проверять радиодетали на исправность и мерить их рабочие параметры для сравнения с дата-шитом. Вот несколько функций, которые умеет измерять и определять данный тестер. Это NPN и PNP транзисторы, мосфеты, диоды, светодиоды, двойные диоды, тиристоры, стабилитроны, резисторы, конденсаторы. Постоянное напряжение до 50 вольт. Для первого включения наш прибор скажет нам, что его нужно протестировать. Но сейчас он написал, что отсутствует или повреждена деталь, так как у нас ничего не подключено. И как видим, что прибор пишет, что он не откалиброван для запуска калибровки. Здесь написана вся инструкция. Сейчас я вам покажу. При долгом нажатии мы попадаем под меню. Здесь прокручиваем кондер. Как кондер нажимаем режим самотеста. И у нас появляется надпись «Закоротите». Это означает, что нам нужно закоротить три контакта. Видим первый, второй и третий. Для этого я использую обрезанные ножки из резисторов. И зажимаю. И ничего дальше не делаю. Прибор начинает самотест. Мы ждем. Да, для тестирования подготовьте еще конденсатор большой емкости. От 100 микрофарад или выше. После того, когда появилась надпись «Изоляция», раскорачиваем ножки и ждем дальше. Теперь нам прибор показал, что нужно вставить конденсатор больше 100 микрофарад. нанофарад. В ножку 1,3. В контакты 1,3 виде. И у нас пошла настройка прибора дальше. Все, тест закончен. Можем вынуть конденсатор. Давайте проверим его. Вставим резистор. Сейчас я вам скажу его номинал. Потом мы проверим, что нам покажет прибор. По цветовой индикации мы узнали, что это у нас резистор номиналом 2,2 Ом. Давайте посмотрим. Включаем прибор. И допуск 5%. Что прибор 2,10 Ом. Можно сказать, что резистор рабочий. Давай еще один. Посмотрим. 360 кОм. Допуск 5%. Видим, что у нас так и есть. 359,3 кОм. Это нам говорит о том, что резистор наш рабочий. Давайте вставим, например, конденсатор емкостью 100 мкФ. Видим, что у нас прибор показал емкостью 92 мкФ. Здесь мы видим емкость конденсатора. Здесь ESR параметр. Скажу сразу, чем ниже, тем лучше. В Loss параметр я точного описания не нашел. Может, кто знает, поделитесь в комментариях. Но то, что я нашел, и так как я понял, это показывает уровень утечки конденсатора. Идем дальше. Отключаем конденсатор. Вставляем, например, семестр. Дата-шит его можно увидеть в интернете. Вот, нам прибор показал, что это семестр. И показал его характеристики. Для того, чтобы проверить другой параметр, крутим окондор, или нажимаем и удерживаем две секунды. И выбираем, что мы хотим измерять. Например, транзистор. Выбираем, ставим транзистор. Вот. Нам показывает, что это два диода. Давайте вставим другой транзистор. Вот он нам показал, что это транзистор NPN и его характеристики. Здесь есть также параметр выключить. Нажимаем для того, чтобы выключить. Так что я хочу. Подведем итоги. Этот прибор, как я уже говорил, является незаменимым для радиолюбителя. На Алиэкспрессе вы можете найти также корпуса к этим устройствам. Поэтому я буду переделывать, буду устанавливать или аккумулятор, и плату, чтобы можно было его заряжать. Или буду устанавливать штатное зарядное устройство, чтобы он постоянно был на своем месте. Потому что с кроной немного для меня неудобно работать. Все, что вас интересует, задавайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным и понравилось. Оцените его, пожалуйста. Все. Всем хорошего настроения. До свидания. Продолжение следует...